Роман писателя и иноагента Дмитрия Глуховского «Пост» чуть меньше, чем полностью описывает вайб настроения и состояния этой войны. Вайб о России сегодня, в том числе и то, что происходит с мобилизованными. И я очень хочу, чтобы вы сейчас ужаснулись вместе со мной. В романе «Пост» военный гарнизон охраняет дальние рубежи Родины, Московии. Дальние — это Ярославль, чтоб вы понимали. Граница проходит по отравленной реке, над которой поднимаются жуткие туманы. Есть всего один железнодорожный мост, чтобы выйти за эту границу. Вот сейчас вы смотрите не экранизацию начала книги, а реальные кадры с мест, где еще недавно шли бои. Далее по тексту откуда-то с Урала на пост приходит странный проповедник, а вслед за ним приезжает странный поезд. Когда этот поезд пустят под откос, из него выйдут люди с полностью промытыми пропагандой мозгами, готовые убивать просто так, ни за что, детей, женщин, кого угодно. И эта пропаганда, она передается как болезнь, она заразна. Сейчас покажу поезд, зараженный пропагандой российских солдат. Хоть они и думают, что их главная проблема в респираторных заболеваниях. В нашем эшелоне сложилась тяжелая обстановка с острыми респираторными заболеваниями. На данный момент в эшелоне больных значительно больше, чем здоровых. Я бы сказал, что больны абсолютно все. Дмитрий Глуховский, кажется, и сам в шоке от того, как его текст описал реальность, которая наступила почти сразу за выходом книжки в печать. В романе «Одержимые», мозг которых сломан бесовской молитвой, пляшут дикие ритуальные танцы. А вот и реальность не отстает. Мобилизованные исполнили вот это. Во второй части романа на подступах к Москве уже орды одержимых. Войну, надвигающуюся катастрофу, уже не скрыть. Но дворяне продолжают давать балы. Рядиться в неуместные кринолины, прятать пороки за масками. А в Большой театр выстраивается очередь за билетами на премьеру «Щелкунчика». Напоминаю, вы смотрите документальные кадры из Москвы 2022 года. А слушайте мой пересказ книги «Пост». Согласитесь, совпадение впечатляет. Обсудим это с автором. Приветствуем Дмитрия Глуховского. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну у меня сразу же вопрос. Кажется, главное, что объединяет ваш пост и нашу реальность, то, что самое мощное оружие царя – это пропаганда, она же сатанинская молитва, в книжке она бесовская молитва. В книжке она непобедима, а в жизни? Знаете, ну в книжке рекомендуется единственное спасение от нее, для того, чтобы как-то ей противостоять. Некоторые из персонажей выкалывают себе барабанные перепонки в ушах, чтобы только не слышать этого другого спасения. Вот все побеждающие, бессмысленные совершенно, состоящие скорее из каких-то нечленораздельных проклятий, эмоциональных триггеров, галимати, никакого спасения от нее в общем нет. Как мы видим, очень мало людей могут полностью ей противостоять. И на самом деле ситуация заключается в том, что гораздо успешно противостоят пропаганде те люди, которые не вынуждены сами себя в ее правоте убеждать. А те, кто не имеет выбора, если те, кто как бы вынуждены принимать правила игры, не будучи в силах сопротивляться ситуации, не имея возможности уехать, они, чтобы не ощущать себя ни трусами, ни безвольными, и ни слабаками, они начинают убеждать себя в том, что что-то есть, какая-то правда есть в пропагандистских этих бреднях. Гораздо комфортнее самому себя в правоте царствующего, доминирующего какого-то дискурса убедить, чем чувствовать себя изгоем и понимать, что, кажется, ты один здесь какую-то вменяемость сохранил, в то время как все остальные окружающие тебя люди ее утратили. Хочется примкнуть к этому кругу людей, которые в этом безумном танце сошлись и слились. Дмитрий, ну вот к слову о падающих шорохах и все-таки людях, которые могут признавать, может быть, и свою неправоту, мы много будем сегодня говорить о бунте фактически мобилизованных в Ульяновске. Как вы считаете, это первая ласточка, это первые сбунтовавшиеся или такого будет больше? Это не первые сбунтовавшиеся, были уже попытки высказать недовольство и условиями содержания мобилизованных, и самим принципом, по которому мобилизованных призывают, да, этнически. В Дагестане, в Бурятии люди возмущались и старались или бежать, или протестовать и так далее. Но я не вижу, чтобы это принимало какой-то массовый характер. И больше того, если действительно изначальный план выполнить властям удалось, и 300 тысяч вот этих предназначенных для заклания людей собрать, кто-то из них, может быть, и сам пришел, кто-то просто покорился судьбе, кто-то оказался падок на пропагандистские клише и сказал, что если отечество требует выполнить мужской долг, то, значит, он не имеет права от него никак уклониться. Масса причин, по которым люди на это согласились. Тем не менее, 300 тысяч человек, это очень много людей, очень много людей уже оказались в эти жернова затянуты. И в каком виде они их покинут, ну, как бы хочется верить, что выживет как можно больше, конечно, из них. Я этим людям зла ни в коем случае не желаю. Я считаю их людьми глубоко несчастными, обманутыми. И хочется просто, чтобы все это закончилось как можно с меньшим количеством человеческих жертв и с нашей, и с украинской стороны. Но мне кажется, знаете, что сам тот факт, что это вот мобилизация, этот экстренный призыв 300 тысяч человек, которых, напомню вам, совершенно рандомным порядком изыскивали, на станциях метро ловили, в метро хватали и так далее. Сам тот факт, что 300 тысяч человек таким образом загребли. Или общество как будто бы, ну, кроме тех, там, 700 тысяч, которые уехали, все остальные предпочли с этим смириться и это все схавать. Тот факт, что можно любого человека взять у станции метро за шкирку схватить и в мясорубку бросить, и его родственники это как-то примут, и сам он как бы с этим смирится, и в тюрьму не пойдет, а пойдет умирать. Это говорит нам о том, что общество, в принципе, готово уже и к репрессиям. Потому что это та же самая, рандомная, ничем не объяснимая, со стороны государства абсолютно произвольная казнь, как и в сталинские времена. А вы, кстати, верите в цифру в 300 тысяч? Потому что мы знаем о ней только со слов Министерства обороны, никаких других источников у нас нет. А те же исследователи, ребята из медиазоны, наши коллеги, провели свое расследование, где установили, что около 500 тысяч. Да, тысяч. Как вы считаете, все-таки 300 или больше? Это вам никто не может сказать. Государстве, которое целиком и полностью выстраивает всю коммуникацию со своим народом на лжи, кто вам сейчас это посчитает? Я знаю, что у меня там нескольким знакомым пришли повестки. И я знаю про через одно рукопожатие десятки людей, и которым повестки пришли, и которые по повесткам отправились, и которые из-за повесток сбежали за пределы Российской Федерации. То есть это, очевидно, совершенно массовая история. Ну, видимо, более массовая, чем ковид, потому что проходит в более сжатые сроки, а знакомых знакомых и простых знакомых, которые под нее попали, у каждого человека выискивается много. Значит, это сотни тысяч. Да, вот я слушала вашу книжку «Пост в аудио» в варианте, озвученную вами. Сейчас, когда слушаю вас о реальных событиях, то тот еще, в общем, срабатывает триггер. Вашим голосом озвучу предположения о реальности. Я хотела перед следующим вопросом попросить наших зрителей поставить лайк, потому что только так вы можете дать сигнал Ютубу о том, что вам нравится этот контент, этот контент важный и хороший. Ютуб поможет нам его распространить дальше. Сделайте это, пожалуйста. А я все поближе к тексту. В романе «Пост» российская империя развалилась. А в реальности все к этому же идет? Ваш сценарий? Знаете как, во-первых, я хотел сказать, что роман «Пост» и в аудио, и в тексте доступен бесплатно в моем телеграм-канале. Я приглашаю ваших зрителей и слушателей к тому, чтобы самостоятельно зайти, и избежав материального ценза, ничем не расплатившись за это, скачать его себе бесплатно в моем телеграм-канале. Значит, после минутки этой альтруистической саморекламы, к вашему вопросу. Мне кажется, что самый главный и опасный прецедент, который здесь был создан, это объявление своими территорий, которых у России нет сил защитить. И если ты говоришь, что здесь Россия, там Россия, вот тут Россия, а на завтра здесь опять снова Украина, и никто, кроме России, эту территорию признать не готов, ни даже Никарагуа, самая занюханная, и ты это оборонить не можешь, то на каких основаниях ты дальше будешь утверждать, что священная территория Хабаровского края, если туда зайдет Китай, допустим, или территория Калининграда, если на него покусится кто-нибудь из прежних владельцев. Или еще что-то. То есть, если прецедент отсутствия священности и неспособности России защитить свои территории, создан, дальше раскрашивание будет зависеть уже не от того, что все соблюдают некие разумные ограничения, традиции, табу, правила приличия и так далее. Эта сила была инерционная, но очень большая. Так принято делать, так не принято делать. Россия, огромное количество, российское правительство, режим, огромное количество правил, гласных и негласных договоренностей, на которых зиждилась архитектура мира в послевоенной Европе, нарушила этой войной. И теперь дальше будет решать уже во многих случаях просто прецеденты нынешней войны и реальные интересы. Теперь Россия не сможет взывать каким-то правилам или законам, или международным договоренностям, если вдруг Китай, увидев, что она слабо неспособна своей территории защищать и будет раскрашиваться, Китай начнет часть этих территорий подбирать, основываясь на каких-то исторических своих претензиях. И так далее. Сейчас прямых предпосылок для дезинтеграции России нет. И я, со своей стороны, хотел бы оговориться, что я ни в коем случае России распада не желаю. Я, если чего-то моей родной стране могу желать, то только исцеление, выздоровление и освобождение, как раз исцеление от демонов, которые ей в данном случае завладели, от одержимости. Потому что иначе, как одержимость, нынешнее состояние России никак описать нельзя. Но я не желаю ей ни гражданской войны, ни распада, и не, разумеется, всех тех жертв, которые сейчас не происходят, и которые дальнейшее ослабление государства, неизбежные в нынешних обстоятельствах, повлечет. Дмитрий, ну в последнее время приходится говорить не только про распад, но и про полураспад, к сожалению. Такое ощущение, что ваша трилогия про метро, надеюсь, никогда этого не случится, но все-таки вполне может стать пророческой. Вот ядерная угроза из речей Путина, грязная бомба, все остальное, это как бы понятно, это просто слова, и на них можно пока, наверное, закрывать глаза. Но вот начались действия. В Москве, например, обустраивают бомбоубежище, в том числе и на случай ядерной атаки. Мы сегодня вот спрашиваем наших подписчиков, попрошу, кстати, сейчас запустить опрос, зачем и понадобится ли вообще россиянное бомбоубежище. У нас три варианта ответа. Да, очень скоро, какая разница, все равно это не поможет. Или третий, нет, не разводите панику. К какому варианту склоняетесь вы? Ну, во-первых, это, разумеется, не поможет. Я думаю, что, вероятно, то объяснение, которое у меня есть, ведь переговоры ведутся не только в публичном поле, но и через, допустим, разведсообщество. И, наверное, были озвучены какие-то потенциальные ответные меры со стороны НАТО и Соединенных Штатов Америки, которые будут относительно России применены в том случае, если она решит использовать там тактическое ядерное оружие или какую-то, значит, операцию под чужим флагом, так называемую, на территорию Украины, взорвав там некий ядерный боезаряд и обвинив во всем украинскую сторону. Совершенно очевидно, что Украина такие вещи никогда на своей территории не сделает. Она пытается освободить свою территорию от иностранной оккупации. Ей вовсе не нужна победа любой ценой. Ей нужны обратные ее земли, на которых она потом сможет строить свое будущее. В частности, эти земли иного сельскохозяйственного назначения. То есть представить себе, что Украина когда-либо могла себе допустить вообще возможность взрыва атомного заряда на своей территории, чтобы получить еще большую поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, это типичное обвинение со стороны насильника жертвы и в насилии, и попытка своего насилия, собственно, какой-то провокации со стороны жертвы оправдать. Это Россия неоднократно проделала в последнее время. Мы это все видели. Я думаю, что кроме какой-то совсем уж ватной, с выжженным мозгом аудитории, которая аплодирует даже Марии Захаровой, наименее обаятельному лицу насчет всей российской внешней и внутренней политики, кроме вот этих людей, никто такую неубедительную ложку пить не готов. Так или иначе, при приготовлении бомбоубежищ, ну, там рассматривается, я думаю, лежат на столе там 10 различных карт. На одной карте написано, там, допустим, бактериологическая атака, на другой написано химическая атака, на третьей написано уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, на пятой написано, не знаю, там, казнить всех пленных азовцев и так далее. И вот они на все эти карты смотрят, там, сорвать зерновую сделку, нанести массированный авиаудар по Киеву и так далее, там, взорвать Северный поток-2 или еще что-нибудь. И вот они различные эти варианты рассматривают и должны, наверное, как-то просчитывать последствия хотя бы на один шаг каждого из своих следующих действий. Если они говорят, говорят, а мы сейчас там тактическую какую-нибудь, значит, ядерную устроим провокацию, подорвем тактический ядерный заряд на территорию Украины, американцы говорят, а мы тогда вам вот это сейчас. Они говорят, а хорошо, ну тогда нам надо Москву приготовить к возможному американскому удару. Но я не думаю, что это основной сценарий, я думаю, что так или иначе это просто одна из опций, которую они рассматривают. Ну и заодно тонизирует население и в рамках объявленного частичного военного положения, которое по всей стране тонким слоем размазано где-то погуще, где-то пожиже, они население в тонусе держат, напоминают о возможности того, что все пойдет совсем по плохому сценарию. И еще раз предлагают посмотреть людям вверх, где над их головами парит огромный медный таз. Да, буквально за пару часов до нашего эфира вы написали твит, в котором есть такая мысль, что в следующих сериях смертная казнь и массовые репрессии. Это ирония или предсказание? Вы знаете, как это вот, собственно, кто из интенций, который начал озвучивать в начале нашего интервью. Если люди готовы принять со стороны государства произвольное насилие и право государства любого фактически бросить на смерть, то дальше нет уже существенного отличия между этим и тем, что любого берут на улице, ставят к стенке и расстреливают. Но в чем разница? Разницы нет. Если ты считаешь, что государство, в принципе, может такое провернуть, и ты с этим никак не споришь и не протестуешь, то окно Авертона знаменитое уже, в принципе, сдвинуто, и ты для себя представляешь возможность того, что по улицам поехали какие-то черные микроавтобусы с эскадронами смерти, которые людей задело и не задело гребут. И непонятно. То есть, мне кажется, это только отсутствие репрессивной инфраструктуры в стране, то, что все страхные изоляторы уже под завязку забиты. Может быть, сейчас, когда утилизируют некоторое количество, благодаря усилиям ЧВК «Вагнер», людей на совершенных тяжкие преступления, и места в тюрьмах освободятся, вот, может быть, эти места и будут наполняться всеми теми, кто не согласен с ситуацией, или просто... Да просто и в произвольном порядке, на самом деле. Потому что, когда у массового террора нет логики, его эффективность еще выше. Тогда нет надежд каким-то образом себя хорошо по отношению с властью вести, и тем самым террора избежать. Если как в сталинские времена угроза и дамоклов меч висит над каждым человеком, и каждый находится в состоянии постоянного ожидания ареста и расправы, то попытка каким-то образом государством договориться или его обхитрить превращается из-за слепого ужаса в такое благоговение перед ним, понимаете? И вот массовая мобилизация, когда даже, допустим, банкир, даже, допустим, сотрудник телевидения, вот как среди некоторых моих знакомых было, приходит человеку повестка, ему даже звонить некому, он пытается с кем-то договориться, чтобы его сейчас там отпустили, потому что он очень государству нужен, ему говорят, нет, нет, ничего не знаем, давай сюда, все, сюда иди, приходи, там разберемся. То есть нет возможности, даже коррупционные схемы не налажены еще, понимаете? И все это превращает, конечно, эту историю с мобилизацией, назови ее частично или нет, в историю с слепыми репрессиями от лица государства. То есть мы, в принципе, смирились как будто бы, люди, в принципе, смирились как будто бы с тем, что государство сейчас, сегодня, в 21 веке, в современном мире, 70 лет после Великой Отечественной войны и после последней большой войны в Европе любого российского гражданина, мужского пола, можно взять за шкирку, швырнуть его в мясорубку, потом его смерть от родственников утаить, потому что все еще официально войны нет, это все как бы засекречена информацией, и все, и забыть, и забыть, и запретить вспоминать. Вот если мы на это готовы сейчас подписаться, а получается, что если там полмиллиона нагребли, то готовы, где эти массовые протесты, нет никаких массовых протестов, ну тогда, значит, в следующей серии уже мы как бы сами власть к этому приглашаем, в следующей серии массовой репрессии. Дмитрий, а вот если не смиряться, то что делать? Не у всех же есть возможность уехать, например, это самый простой и логичный способ для тех, кто может это сделать, а выступать в одиночку против репрессивной системы диктаторского государства довольно сложно. Как не смиряться? Как показывать, что ты против? Знаете как, мне в эмиграции, пусть вынужденно и легко рассуждать, поэтому по-прежнему считаю, что призывать к каким-то акциям уличного протеста и неповиновения у меня этического права нету, но с моей точки зрения лучше, наверное, тюрьма, чем принуждение тебя к убийству. И риск очень существенный, судя по всему, погибнуть или остаться инвалидом самому. Наверное, если выбор стоит так и возможности уехать нет, то лучше тюрьма. А если есть возможность уехать, то обязательно надо уезжать, пока такая возможность сохраняется. И уезжать самому, потому что это тот протест, который как бы и ненасильственный, и однозначный, и дает тебе возможность и самому спастись, и потом родных спасти, да, и однозначно как бы он показывает твое отношение к этой войне, в которой ты, учитывая, что она совершенно неправедна, захватническая, ничем не обоснованная, на лжи целиком построенная, имеешь полное право в этой войне участия не принимать. Спасибо большое, Дмитрий, что пришли к нам сегодня в эфир. Напишите, пожалуйста, может быть хоть коротенькое такое произведение, но чтобы там все хорошо закончилось, тоже, знаете ли, своеобразная будет нам надежда. Да, спасибо большое, Дмитрий. Если вы впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на него, здесь много интересного, и, конечно, ставьте лайки этому видео, так его увидят как можно больше людей. Ну и колокольчик не забудьте нажать, тогда вы точно не пропустите новые выпуски, а также напоминаем, нам крайне важно, интересно ваше мнение, поэтому пишите его в комментариях, мы все читаем.